Но было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил, действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он, кто он? Второй зверь. Сделает то, что великим и малым, богатым и нищим, свободным и рабам будет положено начертание на правую руку, их, или начало их. Что нельзя никому будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя его, или число имени его. Интересно, правда? Первое, что я хочу заметить, кто этот он еще раз в 16 стихе? Второй зверь. Понимаете? Все бегают, кричат. Печать Антихриста! Печать Антихриста! Печать-то ставит лже-пророк, а не Антихрист. Вопрос. Что это за печать? На правую руку и на чело. Ну и здесь пошли сказки. Индивидуальный налоговый номер, микрочип. Какую следующую идею? Понимаете? Самое проблематичное. Знаете в чем? В Библии, и я это постоянно говорю, не существует вещей, которые появляются из никуда. Так. Всякие библейские понятия основаны на чем-то предыдущем. Почему на правую руку и на чело? Где уже мы это встречали? Без знания закона Божьего, без знания того, что написано в книге «Второзаконие», мы можем изобретать версию за версией. Но книга «Второзаконие» говорит нам четко, что это такое. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь Един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми помесилами своим. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твое. Внушай детям твоим, говори их, сидя в доме, идя дорогой, ложась и вставай, смотрите. И навяжи их, знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими». Что будет повязкой над глазами? Что будет знаком на руку? Слова «люби Господа». Есть о едином Боге и повеление «люби Господа Бога». «Люби Господа Бога». Вы помните разговор, который завел фарисей с Иисусом в книге, записанном в Евангелии от Матфея, 23 глава? Какая наибольшая заповедь законит? Вы помните, что Иисус ему прочитал? «Люби Господа Бога своим всем сердцем своим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Это первая и наибольшая заповедь. Почему? Кто-то думает, что это Иисус заменил деколон двумя заповедями. Давайте вспомним похожую историю. Она записана в Евангелии от Луки, 11 глава. Приходит фарисей к Иисусу и спрашивает его, какая наибольшая заповедь в законе? А вернее, извините, как, что мне делать, чтобы спастись? Вспомните, что говорит ему Иисус? А что в законе написано? Что в Торе написано? Что самое интересное, законник читает ему те же самые слова. И дальше Иисус говорит, он это говорит в Матфею, на сих держится закон и пророк. Любовь к Богу – это основа закона и пророка. Вы понимаете? Вот она печать-то лжепророка. Не зря это печать лжепророка. Что такое лжепророк? Что такое пророк? Пророк – это человек, который, пророки – это люди, которые нам священное писание оставили. Что делает лжепророк? Лжепророк хочет чудесами, знамениями, ложными увести нас от библейской истины. Что он делает? Он хочет, чтобы мы приняли его версию, как надо любить Бога. Знаете, как в одной из эпиграмм. Люблю тебя я странною любовью. Так и получается. Если мы любим Бога, то мы в первую очередь знаем, что мы поклоняемся только единому Богу. Правильно? Да не будет у тебя других богов. Если мы любим Бога, то мы не будем себе рисовать его в виде каких-то художественных изображений и уподоблять его кому-то. И поклоняться творению наших рук. У этого, с этой заповедью уже у кого-то есть проблемы. Если мы не будем, если мы любим Бога, то мы не будем его имя использовать направо и налево. Знаете, многие американцы используют Иисуса в ругательствах. Но, к сожалению, если мы любим Бога, то как мы Ему будем поклоняться, сотворившего небо и землю? Будем ходить и говорить, будем это делать, когда нам удобно? Будем это делать, говоря, какая разница? Ну, можно философствовать сколько угодно. Вы знаете, я часто провожу добрачное консультирование и брачное консультирование. Вы знаете, в чем самая проблема у людей? Это отсутствие понимания того, что любовь – это то, что любит наш супруг, а не то, что любим мы и пытаемся навязать нашему супругу. Понимаете? Если мы пытаемся в брате что-то навязать, человек говорит, мне это обидно, это меня оскорбляет. Да что такое? Я не обижаюсь, ты не обижаешься. Но если она обижается, у тебя есть два пути. Первый путь – продолжать настаивать на своем. И чем это закончится? Закончится разладом. А второй путь – это осознать, что любовь – это противоположное эгоизму. Отставить свой эгоизм в сторону и сказать, если ей это неприятно, значит, хотя я не понимаю, почему ей это неприятно, но я, пожалуй, этого делать не буду. И тогда в семье будет мир, правда? Понимаете? Вот она – любовь. А что же пророк предлагает? Уже пророк предлагает эгоизм. Я хочу любить Бога, так как мне это удобно. Понимаете проблему? Понимаете? Оставка. Спасибо.